Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Distant Worlds 2 на максимальной сложности за людей. Давай посмотрим, что у нас и как. 3% как было, так и осталось. Здесь 42%. Ну тоже туда-сюда они скачут, а мы находимся на одном и том же месте. Одни из людей вышли на 4 место. Эти людишки отвалились. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 9 место. Поэтому пока ситуация стабильная, мы готовимся к войне с вот этими зелеными. Блин, вот как весит вот эта ошибка? Не знаю, она захватывается вообще, нет? На ВСД, когда нажимаю, пишут параметр культуры, что-то ля-ля-ля-то поля. На стрелочках, главное, нельзя управлять. Стрелочки переключают вот эту рамку юнитов. А ВСД вызывает какой-то вход кей, который багуется. Карта территории. Наш шпион пытается поднять вот здесь восстание. Кстати, мы проверим, еще не взяли за жабры. Так, контур, контур. Они все занимаются контур-шпионажем. Походу ничего у него просто не вышло. Я просмотрел уведомление, оно, значит, в прошлый раз уже сработало. Просто не вышло. Ну и не поймали тоже. Поэтому ладно. Значит, что надо делать? Мы настроили военные базы. Вот здесь вот. У нас есть обороняющийся флот, который... Оборонный флот, который как будто бы сильнее флота зелененьких. И я думаю построить еще атакующий флот, который точно будет сильнее зелененьких. Проблема в том, что атакующий флот будет стоить 15 тысяч на содержание. Так, они нам предлагают карту галактики. От нас хотят кучу всего. Нет, спасибо. Но без атакующего флота, я думаю, что у нас не получится. Поэтому надо его строить. Другой вопрос, что на какие шиши его содержать? Колонии все еще минусовые. Причем это минусовые даже, несмотря на 10%. Тут тоже людишек маловато. Тут тоже маловато. Но зато задержание вышло в 1000 за счет той технологии, вот такой же, но предыдущей. Если... Так, а тут это почему минус 3? Тут тоже, по идее, 1000 должна была быть. Ну ладно, не важно. Важно то, что минуса. Надо минуса убирать. Как-то. 10% налоги вставим. Не сильно чего добавилось. Значит, придется ждать до конца вот эту технологию. После того, как ее откроем, посмотрим, пересчитается на сколько. И будет видно, сколько у нас есть ресурсов для того, чтобы создавать свой военный флот. Вот, стоит он 300 тысяч. Это фигня, это у нас есть. Галактическая карта. За 7 тысяч. Ну, давай, да. Всю карту. А вот содержание, пятнашку, этого у нас не хватит. Туристов у нас больше, чем грузов. Мигранты тоже имеются. Денег не хватает на науку. Сейчас науку разогнать, если... Хотя бы на несколько лет. А даже так не хватает. Чтобы речь и закончить вот эту технологию. Посмотрим, какие еще у нас имеются тут... Какие еще, да пока никаких, а в военке... В военке тоже особо не имеется. Крепкая броня, 2 и 3 года. 200 дней. Так-то мы нормально продвинулись тут тоже. Гибридное плазменное вооружение. Расовая технология. Исследовать ее нельзя. Только украсть можно. Значит, качаем то, что качаем. Больше пока. Вариантов нет. 21, 21 и прирост упал с 8 до 5 процентов населения. Руины не берем. Приоритетные ресурсы берем. Это тоже все берем в очередь. 79 процентов. Вот через 20 процентов станет понятно, сколько можем мы получить деньжат. И исходя из этого, будет уже... Будет уже приниматься решение, строим сейчас флот или не строим. 7, 300. Вот его флот. Да, 7, 300. Да, нифига не на 2, 500. Хорошо, что он залез сюда. Непонятно пока зачем. И фиг ли он тут делает. Но в целом, да, его флот сильнее нашего. 14 кораблей, 48 носимых. У нас 9 кораблей. Он пришел с варадикаром, что ли, воевать вместе с нами. Ух ты. 9 кораблей у нас осталось. А как так происходит-то? А тут варадикаров, потому что куча целая. Одного снесли. Вот так мой флот и потеряли. В прошлый раз. Ну и в этот раз, видимо, тоже. Еще одного снесли. Последний остался. 32. Ах, ты что ж, не добил? Нет, ушел. Ушел. Последнего не добили варадикара, но из-за того, что их тут было дофига, осталось всего 4 корабля. Все это дело уничтожено. Подарок. Какой подарок ты нам предлагаешь? Тяжелые ракеты за 3 тысячи. Да, я согласен на это. Так, а здесь? Миграцию. Да, миграцию я тоже согласен. Вот это не кстати случилось с нашим флотом. Но спалили вражеский флот. Теперь понятно, что шаблон наш оборонных флотов пигня. И вон еще варадикары. И вон еще варадикары. Что-то варадикаров в этот раз немерено. Немерено этих поганых варадикаров. И наш флот разбит. Новый шпион прибыл. А что, старого потеряли? А нет, 5. Уже 5 шпионов у нас. Прикольно. Кстати говоря, кстати говоря, научная академия, которую мы построили, увеличивает шанс на появление ученых. Потому что у нас почему-то остался всего один ученый. И это печалька. Но сейчас уже шансы повышены. Они будут появляться раньше, я надеюсь. Чаще и больше. Потому что вначале это было то ли 2, то ли 3. Заканчивается технология. Сейчас посмотрим. 3 300, 700. Должно выйти. Ну вот эти хотя бы плюсы. А, ну вот. 3. Было минус 3. Стало минус. Здесь 2 500 добавилось. 300 и 700. Тут не добавилось нифига. А вот здесь в 3 тысячи мы подняли свои доходы. И это хорошо. Хотя ожидал я большего, конечно. Здесь можно налоги в ноль опустить. Пускай лучше они быстрее развиваются. Здесь оставим как есть десятку эту. Дальше финансирование науки переводим на нормальный уровень на достаточный. На необходимый и достаточный. Вот так вот. Остальные деньги идут в колонию. Теперь эта штука полтора года все равно долго. Первый флот страдальческий. Иди куда-нибудь. Куда-нибудь ремонтируйся. А он идет ремонтироваться. И так. Торговое соглашение. Одно на другую. Технологию. Соглашаемся. О, все. Вот это отлично. Три союза. Соглашение о добыче ресурсов. Соглашение о заправке. И технологии. Теперь у нас есть. Так. И вторые тоже самое предлагают. Все. Берем. Значит, со всеми людьми у нас теперь есть хорошее соглашение. Потому что прибыли, наконец-то, наши новые послы появились, что ли? Я так понял, что... Да, и два посла еще появилось после этого. Ну, сами куда-нибудь, что вы. Куда-нибудь. Куда-нибудь сами. На автомате стоите. Летите куда-нибудь, послы. Теперь у нас один шаг до военных союзов. Потому что все, что можно, у нас уже с ними есть. Остался теперь только союз там оборонный. А потом союз военный. Тогда уже точно мы пойдем в атаку. Может, даже стоит дождаться этого момента. А потом только пойти в атаку. Хотя, я так думаю, что если мы нормальный флот построим, мы и сами разберемся. Но это не точно. Шпионы все на месте? Да, шпионы все на месте. Выбран новый лидер. 987. А вот, кстати, у нас есть ли торговый. О! Кстати, колонизация миров в продаже. Ну, выкупаем вот эту всю мелочугу. Тактики для пехоты. Все прям дешевое выкупаем. Сплавы крепкие. Дэмэдж контролы для ремонтов. Коммерческий центр для улучшения баз. Для повышения бонуса на торговлю. Вот это выкупаем. Пока не было... Тут в зависимости от уровня отношений можно выбирать что-то. Что-то можно, что-то нельзя. Друзья, и вот сейчас, когда мы с ними совсем подружились, они нам готовы продать вообще все. Я уже набрал, мне кажется, очень много. 200, 300. На 330 тысяч. Покупаем. Кучу-кучу технологий. Сейчас снова модели кораблей у нас заапгрейдятся. Заапгрейдятся у нас... Ну, вон, уровень френдли уже 86. Базы заапгрейдятся с разными модулями, там, с научными, с прочими. 108. Ну вот, прилетели послы, и сразу движуха какая пошла. Ой, и технологии закончились. Просмотрел, увлекся. Какую большую технологию мы теперь возьмем дальше? Планетарная оборона. Нет, не планетарная оборона. Так, тоже вот планетарная оборона. Там ракетная, тут рейлгановая. Гипердрайвы. Возьмем мы вот эти гипердрайвы. Всего 200 дней. А прыгать сможем дальше. Планетарные бастионы. 2,4. Так, с корпуса, наверное, вот что нам нужно. Капитал шип. Вот улучшенные дестройеры. Поставим на очередь. 5 лет на улучшенные экстракторы. Джаминг-системы сгодятся. Ну и вот этих у нас как бы нет планет. Поэтому можно, конечно, начинать их. А вот, кстати, транспорт расширен. Тоже неплохо. И вот эту штуку возьмем. Координирование в доках. Быстрее будет разгружаться. То есть тут 500 в секунду, а здесь будет 750. Системное правительство. Ну и вот эту в конце. У нас сейчас есть планетарное правительство, которое снижает коррупцию. А будет системное правительство, которое тоже будет снижать коррупцию. Все, технологиями обмазались. Теперь долго-долго будем все это исследовать. Но все это нам надо. И сейчас будем пытаться заключить союз об обороне. Нет, пока нету его. Разведкой не делится. Карты операции пока не делятся. Тут, по ходу, военный союз, это вот оно самое. Вот это. Дефенсив факт. Нерон Анклав замирился с акадеанцами. Закончили воевать зелененькие. Это плохо, потому что к нам у них отношение минус 28, несмотря на то, что наш посол там безвылазно сидит, старается, сдерживает их. Потому что где-то от уровня 30-ки, там с 30-32 объявляют войны. А значит, что они сейчас нам могут объявить уже. Тогда, наверное, пора строить ударный флот. Флот уже не ждать. Нифига, потому что тут всего 4 корабля. Причем 1 фрегат, 1 батлшип. И то поврежденные. Остальное это 2 танкера. То есть этот флот, это не флот. Запускаем постройку первого атакующего тогда. 17 тысяч обслуживания. Е-мое. 30 кораблей. Ну, фиг ли делать. Погнали. Погнали. Это трансформировываем. И все, что не во флоте. Так, вот там на большой флот, наверное, 4 надо. К третьему присоединяем. Он третий флот называется, да? Третий флот. Все, готовим. Сейчас, конечно, это все по нам минусанет. Конкретно. Руни за трешку возьмем. И нам, кроме этого, нужен еще будет флот, который будет высаживать десант. Смотрим, что тут вообще творится. Сколько тут? 5 тысяч, 10 тысяч. Четыре пехотных, одна бронетанковая какая-то. И вот это, я не знаю, это авиация или что это за значок? Курэнш не было в фигне. Или это планетарная оборона какая-то? А он еще строит. Ух ты! Он прямо сейчас строит. Тут войска какие-то. Но он как бы был в войне до этого. Поэтому могло быть... Могло быть это и не связано с нами. Но может и связано. Вот здесь тоже сейчас начнем строить пехоту. Ого, тут очередь из гражданских кораблей. Делаем оборону здесь. В столице начинаем строить оборонительные войска. Единственное, нужно... Так, нам нужны армия вторжения. Здесь раз, два, три, четыре, пять. Пятачок сейчас соберем. Это тоже штука содержания на пять этих юнитов. Этих сажаем в гарнизон. Они никуда не полетят, а те полетят. Все, деньги в нуле. Не ускоряется больше ни наука. Хотя написано, что вообще максимальный вывод. 599 из 518. Это как вообще возможно с учетом того, что у нас тут 0 и тут 0? Ну, не знаю. Шпионы все? Почему-то все занимаются не тем. Либо все простое уже украли. Либо просто... Так, 45-10. 46-45-7. Сейчас посмотрим, вот этот шпион перейдет на другую миссию или нет. Кор Абария. Кор Абария. И должен сейчас отправиться. Нифига никуда не отправился. Ой-ой-ой. Двигай. К соседям. Карта операций. Восстание. Попробуй 12%. Давай. Попробуй восстание на 12%. Провести. На 10 не вышло. Может на 12. Опа. Взяли за жабры. Да, сразу. Вообще не вышло. Минус 40. Продай мне моего шпиона. Ой. Казнил его что ли? Ах ты морда. Да, поймал и казнил нашего шпиона. Ну все. Ты ведь трандец. Сам заслал шпиона провести бунт. Сам обиделся. Ну ладно. Я обиделся не на это. Вот на вот это. Вот на вот это. Тут людская колония была. Он ее ассимилировал. Эти свободные были. Он ее ассимилировал. В тылах у нас. Вот здесь наша была территория. Почему-то сейчас уже ушла к нему. Поэтому нифига. О. Оборонный пакт. Отлично. Вот теперь у нас есть союзник. Сейчас у нас строится флот. И я сейчас думаю, что второй... Вторые люди сейчас тоже предложат нам оборонный пакт уже. Они как-то так все делают. Синхронно примерно. Чего уничтожено? О. Они уничтожили людей? Совсем? Да как так-то? Да, действительно, они совсем уничтожили людей. Вот эти вот гарн-групп. Вот уроды. Поэтому эти с оборонным пактом кинулись к нам. Но было поздно. Надо раньше было с нами дружить. У нас тем временем стало 5%. Так, а у этих 42% также. Мы на 2% выросли. С вот этими нужно теперь дружиться. Пока не поздно. Эх, один союзник вылетел. А у нас с ним была и торговля, и все прочие вещи. А, нет. С вот этими нормально. С теми людьми, которые остались в игре. У нас с ними оборонный пакт. Кстати, мы, наверное, 2% за это и получили. 33% у нас по этой штуке. Потому что один из трех у торсонтов. А это они и есть торсонты. Вот у них три. Потому что они идут за теми же целями, что и мы. Больше всех иметь оборонных пактов. Ну что ж, отлично. Значит, у них есть еще союзники. Теперь надо выяснить, кто это. Чтобы это не были... Вот эти вот, с которыми мы собираемся воевать, чтобы они нас поддержали. Технология. Ту-5, 840 тысяч накопилось. Так, ну вот, за полтинник. Тут за 8. Ракеты, ракеты. Тактики для пехоты. Да, это планетарная оборона. Берем ее. На 410 тысяч. Выкупаем все это дело на половину денег. Вот. Вот наш союзник. Вот его флоты. И ему не так далеко, чтобы долететь до зеленых. Я надеюсь, что он... Так, мы видим вот этих, значит, вот эти его союзник. И чей еще видно флот? Больше ничего не видно. Ну, значит, вот эти два. Но неплохой союз. Мы вписались в неплохой союз. Что там с нашим флотом первым? Не первым, третьим. 16 кораблей. А почему одни фрегаты? Что это за бред? Атакующий флот еще из одних фрегатов, что ли, состоит? Нет, 10 фрегатов, дестрой, игрок, крейсера. Все должно быть. Видимо, остальное еще не достроили. Просто проверим. Да как будто бы нет. А че ж ты строишь не по шаблонам? Вот чудовище лесное. Отдалекого-то до шаблоны делаются. Баттлшип на ремонте. Ну, окей. А тут нет больше военных кораблей. То есть это весь наш. Весь из фрегатов. Нафиг ты нужен такой? Вообще-то 30 должно было быть. Два авианосца. Ну, баттлшипы, ладно, у нас нет технологии. Но крейсеры и эсминцы, то у нас технологии есть. Или нет. Вот авианосцы. Почему так вышло? А в принципе-то можно вручную построить? Ну, вот эсминцы, крейсера, все, что хочешь. Транспорты. Любые корабли можно строить. В чем прикол-то тогда? Колония, крейсер. Колониста, говорит, надо строить. А смысл? Семнашка. Лесная семнашка. Ну, вот лесную семнашку можно. Давай, ладно, лесную семнашку. Континентальную луну семнашку тоже. О, 37. Нифига. Где ты? Ой, как далеко. Обидно. Очень далеко. 60 плюс. Чему-то там, что живут баскара. Как это возможно? Тут такая планетища. Явно для нас сделанная. Да, тут живет миллиард баскары. А, ну и ноль показывает. Ноль, но 60 плюс. Это прям планета огонь. Ну, нет, в этих она не показывается почему-то. Какая-то странная планета. Ладно, две семнашки это уже хорошо. 37-ка был. 29-ый. Блин, 33-ый. Такие планеты поперли. Но все они далеко от нас, к сожалению. Это технология больших кораблей, когда появилась, они смогут туда улететь все. Но там колонию открывать, я фиг не знаю. Хотя 37-ой уровень. Может туда не нужно. Давай, ладно, попробуем туда улететь. Вон там, может, нас кто-нибудь не сожрет сразу. Вот здесь точно нет, потому что мы будем воевать, когда мы там не удержим. Вот на 33 вон туда. На 22. На 22 вот сюда тоже полетим. Ладно, начинается эпоха активной колонизации. Раз, два, три, четыре, пять планет. И с вот этими друзьями надо как-то дружить. А я не знаю, как послать туда посла, потому что не отображается она в независимых. Какая-то потерянная совсем. При этом показывается все-таки вот здесь. Какой-то баг по ходу дела. Не знаю, не знаю. Но будем хватать, будем хватать тогда все это дело. Это значит, сейчас опять у нас начнутся минуса. С другой стороны планеты выше 20. Я никогда не колонизировал за все свои пять прохождений. Может быть, они сразу будут прибыльными. Если там 37 взять, она раз и сразу бабки начнет дать. Хотя, конечно, вряд ли. Потому что бабки зависят от населения. Если населения там не будет, то толку. Другой вопрос, что у нас есть большие колонисты. Могут сразу подвезти туда 60 миллионов. Я надеюсь. А, средние, небольшие. Вот большой. Больших еще нет. Но пока мы следуем большой, эти уже долетят. Я собирался начинать воевать. А опять некогда заниматься этим делом. Но проблема даже не в том, что некогда. Проблема в том, что нападут эти на нас. И просто когда они нападут, они будут к войне готовы лучше, чем мы. То есть так-то мы вроде как бы подготавливались. То есть подготавливались и напали бы. А все делают к тому, что они подготовятся и нападут. А они точно нападут, потому что у нас с ними там минус 40 уже. Минус 38. Посол там пытается, пытается. Не, не нападайте, не нападайте. Подождите, подождите. Мы еще не все. Вот. И поэтому они не нападут. И у нас теперь минус 50 тоже, кстати. Заявка на войну с нами. А у нас с флотом какая-то ерунда произошла. Почему-то всего 16 кораблей построилось. Но может быть, кстати, что не хватило ресурсов. То есть нам хватало денег, там 300 тысяч на это все мероприятие. А ресурсов, может быть, не хватало. Может вот так. Поэтому построилась половина. Но здесь по-любому нужно делать дестройеры, крейсера. Даже эскорты. Иначе нифига не выйдет. А у нас минус 6000 уже. За счет содержания колонистов. Поэтому нужно дождаться, пока они долетят. Ну ладно. И в следующей серии тогда мы будем ждать новые колонии. И строить флот потихонечку. Поэтому подписывайся на канал, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить продолжение. Пиши комментарий, ставь лайк, если тебе нравится. Поддерживаю видосик, распространяй его как-нибудь. В Дискорд заходи, ссылка в описании. Спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok